Ребята, всем привет! В этом видеоролике мы будем разбирать и тестировать на тягу самый микроскопический двигатель, который только у меня есть. Меньше уже некуда, ребята. И вы думаете, что это вот этот вот гигантский двигатель? Нет, ребята, это взято всего лишь для сравнения. Это гигантский двигатель рабочим объемом 10 кубических сантиметров. Я же вам сейчас покажу движок, который имеет рабочий объем в 50 раз меньше. Вот он, он красавчик. Можете себе представить какой-то маленький двигатель. Очень хочется посмотреть, какой же там поршень, какие он выдает обороты и какую тягу. Размеры движков мы сравнили. Теперь давайте сравним размеры винтов. Вот винтик для него. Вот винтик для него. Вот как-то так, ребята. Кстати, друзья, на самом деле размеры обманчивы, потому что здесь не только двигатель, здесь также и бачок сразу. Вот эта часть, это бак для его питания. Двигатель калильного типа. Здесь есть свеча калильная, которая нужна для запуска таких движков. И есть всего лишь один регулировочный элемент. Это вот эта вот игла. С помощью нее мы можем его настраивать на максимальные обороты. Питается двигатель калильным топливом. По мануалу здесь должно быть 35 процентов нитрометана. То есть довольно-таки большое количество. У меня такого дикого топлива нет в наличии. Есть 20 процентное топливо. Он не сможет выйти на максимальный режим при этом. Но какую-то тягу мы все равно с него получим и выжмем. Хотя представьте, 35 процентов нитрометана может потреблять этот двигатель. Кроме того, что он имеет сразу бачок для топлива, он также имеет встроенный стартер. Стартер в виде пружины. Вот так раз. Прикручиваем винт. Заводим вот этот крючок за винт. Натягиваем и делаем вот так. Двигатель должен при этом заводиться. На свечу подается электричество от батарейки. Система запуска выглядит вот так. Большая батарея и наконечник для того, чтобы прикрепить к свече. На большой стенд крепить микроскопический двигатель абсолютно бессмысленно. Поэтому сделал маленький стенд следующего вида. Здесь на подшипнике качается штанга. Сюда мы прикрутим двигатель. Ну а здесь у нас весы. Весы измеряют от 20 грамм и далее через 5 грамм шаг. Я думаю, измерения будут довольно-таки точные. Прикручиваю микродвигатель. В этом шприце находится топливо. Заправляю. Подключаем накал. Включаем весы, ребята, чтобы все проконтролировать. Измерять обороты буду цифровым лазерным тахометром. Специально наклеил наклеечку для удобства. Надо бы немного заправиться. Ну что, ребята, стартуем. Немного топлива в окно. Так. Заводим пружину стартера. Вот так за винтик. Пробуем. Весы показывают 135 грамм шаги. Смотрим обороты. Смотрим обороты. 16700 грамм. Да, отлично работает двигатель, ребята. Теперь хочется узнать, насколько хватает бачка уже настроенного двигателя. То есть уже не нужно будет туда-сюда крутить. Топливо по-прежнему 20% нитрометана. Заправляю полным. Так. Заводим и включаю тайм-код. Мы узнаем. Так, ну вот и все, ребята. Получается без малого 2 минуты, без 5 секунд. В общем-то неплохо. Для сравнения сделаем тест с 10% нитрометана. Немного другое топливо. Тяга максимум 120 грамм была. Обороты максимальные 15700 я увидел. Теперь снимаем двигатель и я вам покажу, что там у него внутри. Конечно, жалко разбирать, ребята. Потому что все уже прикатано. Все на своих местах. Это уменьшает ресурс двигателя. Но на своем канале я даже показываю то, что мне бы не хотелось бы делать. Я думаю, многим будет интересно, что там внутри. И обзор без этого будет неполноценный. Поэтому двигатель подвергнем полной либо практически полной разборке. Конечно, с макро режимом на моей камере не очень все хорошо. Но зато все видно, как оно есть на самом деле. Какое оно маленькое. В наборе есть ключик, с помощью которого можно снять свечу. Свечи у меня для замены нет. К сожалению, здесь уникальная свеча. Если она сгорит, я даже не знаю, что я буду делать. Вот она свеча-головка. Внутри видно поршень. Поршень уже коричневый. Измерим его диаметр. 7,5 миллиметров. Далее можно открутить бачок. Здесь есть 4 винтика, а также посередине виден вход для воздуха. То есть это всасывающий патрубок. В природе существуют еще меньшие движки. Объемом даже 0,1 кубического сантиметра. Я думаю, те еще реже попадаются, чем такие. Это подарок от подписчика. Пришел очень давно. Вот такая тут система, ребята, интересная. Видно коленвал и маленький шатун. Бачок здесь разделяется. Внутри какая-то пружина. Минимальное уплотнение. И все, больше ничего нет. Бачок и в Африке бачок. Воздух с топливом смешиваются вот в этом канале. И уже в центральное отверстие поступает готовая смесь. Здесь у нас, ребята, мембрана установлена. И от разрежения она отклоняется и пропускает топливную смесь внутрь двигателя. Такая интересная конструкция. Откручиваем цилиндр. Предварительно сорвал на токарном станке. И смотрим, что здесь за поршень. Да, ребята, очень маленький. Это просто диво дивное какое-то. Нужно обязательно запомнить его положение. Здесь никакого пальца не существует. Как вы можете заметить, внутри шаровое крепление. У меня есть еще один очень маленький двигатель. Он установлен на самолете и работает на СО2. Здесь точно такое же крепление шатуна к поршню, только поршень пластмассовый. Кстати, кому интересно посмотреть обзор на этот двигатель, я ссылку оставлю в описании. Он тоже очень маленький. 0,27 кубиков. Но он на СО2 это не ДВС. Смотрим на коленваль, ребята. Коленвал очень мощный. Здесь напрессовывается опорная шайба. Все очень мелкое, ребята. Я даже не знаю, как мне вам это все показывать, насколько оно маленькое. Собрал обратно два двигателя в сравнении. 0,27 кубиков и 0,2. Проверяем, остался ли двигатель в рабочем состоянии. Ничего вроде бы не травит нигде. Это уже плюс. Но двигатель сухой, естественно. Так просто он не заработает сразу. Кому данное видео было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok